Существует бесчисленное количество историй о дуэтах, которые встретились на съемочной площадке и стали друзьями за кадром. Но в других случаях границы между реальностью и вымыслом и между двумя людьми не удалось стереть. Вот экранные друзья, которые не переносили друг друга в реальной жизни. В знаменитом ситкоме 50-х годов, Я люблю Люси, Люси Льбол и Вивиан Вэнс исполнили главные роли лучших подруг и соучастниц заговора – Люси и Этель. Однако между двумя актрисами была сильная неприязнь, хоть они и были вынуждены играть подружек в сериале. Это напряжение появилось в тот момент, когда Вэнс вышла на площадку. На телевидении старой школы существовало негласное правило – никто не должен соперничать с ведущей актрисой в плане внешности. Предполагалось, что персонаж Этель будет постарше и более зрелый, и Болл была шокирована, увидев, что Вэнс оказалась молодой и привлекательной. Настолько, что она хотела, чтобы новую актрису уволили. Однако со временем Вэнс действительно перевоплотилась в своего персонажа, и её актерское мастерство покорило Болл в профессиональном плане. Как и дружба, в конечном итоге победила в реальной жизни. Их соперничество в конечном итоге превратилось в настоящую связь, но в начале их отношения были довольно непростыми. В сверхъестественной драме 1998 года, Зачарованные, роли Фиби и Пейдж исполняли Алиса Милана и Роуз МакГоуэн. К сожалению, у них были плохие отношения, как позже раскрыла МакГоуэн во время ссоры в Твиттере в 2020 году. Она обвинила Милану в создании враждебной атмосферы на съемочной площадке и поведении, которое МакГоуэн назвала возмутительным. МакГоуэн даже сказала, что плакала каждый раз, когда сериал возобновляли, из-за того, насколько тяжелыми были её отношения с партнершей. В сериале между Пейдж и Фиби есть разногласия, но в конце концов они спасают жизни друг друга и поддерживают друг друга как настоящие подруги и сестры. Но в Твиттере они высказали друг другу всё. То, что начиналось как политический спор, переросло в обвинении Милана во всех грехах – от мошенничества и использования общественных движений для пиара, до её зарплаты в зачарованных. Милана якобы устроила истерику на съемочной площадке из-за зарплаты. По словам МакГоуэн, она была высокой, но Милана считала, что ей недостаточно платят, чтобы, цитата, «делать это дерьмо». И недовольство МакГоуэн поведением Милана – это только один из конфликтов, в которые Милана была вовлечена в сериале. В 1995 году на американское телевидение вышел пятый сериал франшизы Звёздный путь, растянувшийся на семь сезонов и ставший знаковым благодаря гендерному балансу актёров и представлению сильных женских персонажей. Двое из этих персонажей в звёздном пути Voyager стали очень близкими друзьями – седьмая из девяти, которую сыграла Джерри Райан, и капитан Кэтрин Джейновэй, которую исполнила Кейт Малгрю. Седьмая из девяти появилась на экране как персонаж, контрастно отличающийся от капитана Джейновэй, по аналогии со Споком и Кирком. С самого начала их отношения должны были быть близкими, где две героини дополняли бы друг друга. По мере развития сериала эти двое стали соратницами и друзьями. Однако в реальной жизни напряженность, возникшая из-за появления новенькой Райан в четвёртом сезоне, спровоцировала непростые отношения между двумя звёздами. По словам исполнительного продюсера Рика Бермана, с появлением Райан рейтинги взлетели до небес, и Малгрю осталась далеко позади. В интервью Women's World он вспомнил, как кто-то из прессы буквально проталкивался мимо Малгрю, чтобы добраться до Райан. Это было неприятно и привело к противостоянию сохранившемуся до конца сериала. Например, пресловутый обтягивающий костюм седьмой стал тем, что перетянуло внимание с Джейновэй на новую актрису. Малгрю якобы даже пыталась запретить Райан ходить в туалет в рабочее время, аргументируя, что на снятие костюма уходит слишком много времени. В первом сезоне сериала Звёздный путь Уильям Шэтнер, который играл капитана Кирка, судя по всему, имел серьезные проблемы с Леонардом Немоем, который играл Спока. Ссора якобы была вызвана тем, что Немой получил больше писем фанатов, несмотря на то, что он являлся второстепенным персонажем по отношению к Кирку. Капитан Энтерпрайза, очевидно, должен быть главным героем и любимцем фанатов, но зрители полюбили остроухого научного сотрудника. Эти слухи в основном исходят от Джорджа Такей, который играл Сулу и имел еще большие разногласия с Шэтнером, который говорит, что вся история с письмами – просто выдумка. Но даже если конфликта из-за писем фанатов все-таки не было, отношения Немоя и Шэтнера начались напряженно. Они часто конфликтовали в начале своей профессиональной карьеры, отчасти потому, что Немой был очень сосредоточен на том, чтобы брать от жизни все. И пускай Шэтнер продолжал описывать Немоя как, возможно, своего единственного настоящего друга, их дружба закончилась незадолго до того, как Немой скончался. Человек, сыгравший Спока, внезапно исключил Шэтнера из своей жизни без объяснения причин и умер, прежде чем он или Шэтнер смогли это исправить. Не все то золото, что блестит, и не все персонажи золотых девочек оказались такими дружелюбными в реальной жизни, как они могли показаться на телевизоре. Это особенно верно для Беатрис Артур и Бетти Уайт, которые сыграли Дороти и Роуз. Неприязнь в основном исходила со стороны Артур из-за её взглядов на трудовую этику Уайт. Судя по всему, она любила поболтать со зрителями между сценами вместо того, чтобы оставаться в роли. Актриса, сыгравшую циничную Дороти, немного цинично относилась к персоне Уайт и в реальной жизни. По словам тех, кто работал с ней, Уайт была приятной солнечной натурой, и это сделало её довольно популярной. Артур, однако, была убеждена, что её оптимизм был всего лишь игрой. Уайт вспоминала в интервью HLN, «Иногда, если я была счастлива, она приходила в ярость» В то время как Артур не очень лестно отзывалась о Бетти, Уайт, верная своему устоявшемуся образу, но в основном говорила добрые слова о своей бывшей коллеге. Она поделилась, «С Би не стоило шутить, она была очень сильной, но её любили» – даже, видимо, если это было и не взаимно. В сериале «Управление гневом» Чарли Шин и Сельма Блэр сыграли хороших друзей, а иногда даже больше, чем друзей, Чарли Гудсона и доктора Кейт Уэльс. Но за кадром это была совсем другая история. Их напряженные отношения закончились тем, что Блэр была уволена из сериала, через сообщение. Это бесцеремонное увольнение было вызвано большими скандалами. Все началось, когда Блэр высказал руководителям сериала обеспокоенность по поводу трудовой этики Шина. Актёр был очень недоволен тем, что эти замечания просочились в прессу и поставил продюсерам решительный ультиматум. Им пришлось выбирать между ним и Блэр. Само собой, сериал не мог лишиться Шина, главной звезды и исполнительного продюсера. Предполагалось, что Блэр сыграет довольно важную роль в сериале, но, очевидно, ничто не могло сравниться с ролью Шина или с его гневом. Он не только написал ей в сообщении, что её дни в управлении гневом закончились, но и добавил в придачу парочку не очень цензурных слов. Грейс и Карен – близкие подруги в сериале Уилл и Грейс, чего нельзя сказать об исполнивших их роли актрисах Дебри Мессинг и Меган Малалли. Во время съемок последних нескольких серий в 2019 году Малалли пропустила два эпизода, как сообщается, из-за напряженности на съемочной площадке. Позднее, на подкасте своего мужа Ника Оффермана Малалли рассказала о том, что над ней издевались на работе. Были ли как-то связаны эти два инцидента? Что ж, эта ситуация подтверждает слухи о предполагаемой вражде между ней и Мессинг. Также это могло быть связано со случаем на работе, когда Малалли постояла за себя и, цитата, сделала только в тысячу раз хуже. Она также отметила, что это произошло в январе 2020 года, когда Уилл и Грейс был её единственным постоянным проектом. Малалли также отказалась от интервью с Мессинг в 2020 году перед финалом сериала. А ещё её отсутствие в сериале подозрительно совпало с тем, что она отписалась в социальных сетях как от Мессинг, так и ещё от одного актера Уилла и Грейс, Шона Хейса, с которым у Малалли всегда были хорошие отношения на публике. В подкасте Оффермана она намекнула на драму, стоящую за этим решением, и на её минимальное взаимодействие с актерами. Она сказала, «Можно сказать, я сама по себе». Она добавила, что её предполагаемый обидчик завербовал на свою сторону многих из её бывших союзников, оставив Малалли без поддержки. Как и у постоянных друзей, которых они изображали в сериале Хор, у актрис Найи Риверы и Лии Мишель были довольно непростые отношения. Ривера сыграла капитана группы поддержки Чириос и члена Хора Сантану Лопес, в то время как Мишель появилась в роли амбициозной и талантливой главы Хора Рэйчел Берри. В сериале Рэйчел и Сантана начинали как непримиримые соперники. Но за несколько периодов напряженности и примирения их отношения заработали репутацию постоянной дружбы. Они живут вместе в Нью-Йорке и демонстрируют искреннюю заботу друг о друге. Но в реальной жизни все было далеко не так. В 2014 году ссора на съемочной площадке привела к тому, что одной из них пришлось покинуть площадку. Так или иначе, персонаж Риверы оказался вычеркнут из финала Хора. Позже она рассказала, что их отношения настолько испортились, что они не разговаривали весь шестой сезон. Их характеры, по её словам, были, цитата, «очень плохим сочетанием». Однако после трагической смерти Риверы Мишель отдала дань уважения своей коллеге по фильму, разместив её фотографию в Instagram вместе с фотографией её партнёра и коллеги по хору Кори Монтейта. Имена Малдор и Скалли являются синонимом культового дуэта. Однако к концу секретных материалов Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовный, как сообщается, видеть не могли друг друга. И пускай Духовный изначально положительно отзывался о своей коллеге по сериалу, их отношения ухудшились после ряда публичных комментариев двух актёров. В какой-то момент Духовный признал, что они с Андерсон не только редко общались, но и не могли похвастаться хорошими отношениями на съёмочной площадке. Как он выразился, «Я бы предпочёл быть где угодно, только не здесь, и я заставлю тебя страдать за это» – довольно мрачное откровение, и оно не единственное. После того, как сериал закончился, Духовный подтвердил Метро, что к концу эти двое устали друг от друга, сказав, цитата, «Знакомство порождает презрение» Между актёрами была неоспоримая искра с самого начала, но иногда эта искра может превратиться в трудноуправляемый пожар. Андерсон рассказала о длительных периодах их отношений, когда они отказывались разговаривать друг с другом. А Духовный поделился, что часто, когда они разговаривали, они просто спорили ни о чём. Детектив Кейт Беккетт, которую сыграла Стана Каттич, и детектив Ричард Кассел, которого сыграл Нейтан Филлион, были большими друзьями и звёздными любовниками в сериале ABC Castle. Однако в реальной жизни конфликт между ними обострился настолько, что в конце концов Каттич покинула сериал. Должно быть, это был кошмар работать вместе, испытывая такую враждебность, особенно для Станы Каттич. По слухам, когда съёмки заканчивались, она якобы заходила в гримёрку и плакала из-за своей неприязни к Филлиону. Сообщается, что в течение нескольких сезонов, предшествовавших уходу Каттич и последующей отмены сериала, актёры презирали друг друга. Они также не разговаривали друг с другом вне съёмок. Согласно Ас Уикли, актёрам действительно приходилось ходить на семейную терапию ради сериала. Их категорически трудно было назвать парой, в отличие от их персонажей. Очевидно, однако, этого было недостаточно, чтобы спасти место Каттич в сериале. Её жестоко выставили за дверь, по её словам, без какого-либо объяснения причин. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!